В этот прекрасный морозный день с вами Ира Гид в шляпе, и сегодня я вам расскажу немножечко про Новый год. Актуально ведь? В 1699 году Петр I издал указ о том, что отныне мы будем праздновать Новый год в январе, а не в сентябре. Это известный факт. Между прочим, в этом указе содержались также рекомендации царя о том, как именно его нужно праздновать, что отмечать нужно 7 дней подряд и украшать свое жилище хвойными ветками. Традиция украшать жилье пришла к нам из Германии, как и многое другое. Но поначалу у нашего народа эта традиция не приживалась, поскольку хвойные ветки у нас ассоциировались скорее с кладбищем, чем с праздником. Петр I, как известно, был во всем новатор. И город Петербург, который он строился с нуля, был, так сказать, отличной площадкой для экспериментов, для насаждения всего западноевропейского. Поэтому именно здесь традиции праздновать Новый год приживались гораздо быстрее и эффективнее, чем на всей остальной территории России. В частности, что нужно отмечать Новый год шумно, гуляниями, хороводами на улицах, песнями, плясками, фейерверками и вот этим вот всем. После смерти Петра I традиции праздновать Новый год были на какое-то время утрачены. И получили они новый виток популярности уже позже, в начале XIX века, в правлении Николая I. Тогда его жена Александра Федоровна провела впервые елки для детей. Между прочим, традиция в царской семье ставить несколько елок сохранялась очень долго. Для каждого члена семьи украшали во дворце по елочке. А первые публичные елки провели также здесь, в Петербурге. Мероприятие можно было ассоциировать с современным утренником детским, но, естественно, не для детей. А публичную елку, именно городскую, украсили впервые в районе Нарвской заставы. Тогда там поставили пушистую красавицу. И вокруг были организованы гуляния для людей. То есть те самые песни, пляски, хороводы, катание на санях, катание с горок и так далее. Позже в столице Российской империи к празднованию Нового года готовятся особо и проводят тематические мероприятия. Балы-маскарады и пышные приемы. Но это в первую очередь, конечно же, делала аристократия. А люди попроще предпочитали и занятия, гуляния попроще. В основном на улицах. Те самые катания с горок, на санях, хороводы, фейерверки. Вот это было очень популярно среди простых людей. А в конце 19 века Новый год начинают отмечать напитком, без которого мы сегодня просто не представляем этот праздник. Конечно же, шампанским. И в то же время появляются тематические мероприятия, а именно концерты, спектакли, балет. Впервые на сцене Мариинского театра был поставлен балет «Щелкунчик» прошла премьера в 1892 году. И с тех пор и по сей день это самый новогодний из всех балетов, традиционный. Но, между прочим, когда он появился, публика его не восприняла. Критики раскритиковали, соответственно, в общем, поначалу его не воспринимали. И тем не менее. После революции и уже в первые годы советской власти Новый год условно был под запретом. Конечно, никто не издавал официального указа, что запрещено праздновать Новый год. Но в СМИ, в печатных изданиях было очень много пропаганды на тему того, что праздновать Новый год нельзя. Что это праздник буржуев. В общем, он плохой. Но через несколько лет все-таки власти сменили гнев на милость и разрешили, в общем-то, праздновать Новый год. Потому что на тот момент традиции празднования у народа были уже достаточно сильны. И все равно люди продолжали отмечать Новый год. А в СССР Новый год становится праздником семейным. Теперь его принято встречать за столом, в кругу семьи, а не с санок на горках кататься. Ленинградцы, кстати, в это время предпочитают больше ходить на концерты, на тот же балет, филармонию, на спектакли. В кругу семьи дома отмечают Новый год за столом, на котором простые угощения. Фрукты, конфеты, консервы, советское шампанское. Со временем появляется традиция на Новый год готовить тот самый салат оливье и селедку под шубой. Красота. Ну а дальше блокада. И да, тему блокады я не могу обойти в большинстве своих видео. Вот представьте сегодняшний наш новогодний стол. Сколько мы всего наготавливаем, а потом этот знаменитый завтрак 1 января. А еще многие готовят столько, что не успевают это съесть и приходится выбрасывать. А теперь представьте практически пустой стол. Вот это вот новогодний блокадный стол. Но Ленинград выставил именно мужеству и силе духа людей. Наступающий 1942 год на столах у многих ленинградцев был отмечен деликатесами в кавычках. Столярным клеем и дурандой. Из столярного клея готовили желе, добавляя туда много специй. И, кстати, современники говорили, что это было довольно вкусно. А дуранда это спрессованные остатки семечек подсолнечника. В блокаду работал театр музыкальной комедии. Это единственный театр, который работал всю войну. И это тоже своего рода подвиг людей. Туда за билетами стояли всегда очереди. На каждый спектакль был аншлаг. Зал был заполнен. Люди выменивали свой хлеб на билет. Даже порой можете себе представить, насколько это было тогда важно для людей. Ленинградцам удалось в ту непростую зиму также провести для детей новогодние елки. С песнями, с танцами, с угощением. Да, с очень скромным, но тогда это было детям за счастье. Были конфеты из льняного жмыха, яблоки и пряники. И вот цитата девочки из дневника от 6 января 1942 года. Сегодня была елка. И какая великолепная. Правда, я почти не слушала пьесы. Все думала об обеде. Обед был замечательный. Дети ели медленно и сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали цену хлебу. На обед дали суп, лапшу, кашу, хлеб и желе. Все были очень довольны. Эта елка надолго останется в памяти. Ну что ж, а сегодня наш прекрасный город богато украшен. Везде проводятся тематические мероприятия, концерты, балет и, естественно, всякие выставки, ярмарки. Все потому, что для многих и сегодня Новый год самый главный праздник в году. А теперь я бы хотела вам рассказать о таком немаловажном атрибуте этого праздника, как елочная игрушка. Потому что и у нее есть своя история. Елочные украшения появились в России примерно же тогда, когда и первые новогодние елки в правлении Николая I. При Фитре их особо еще не было. И надо сказать, что в то время и во второй половине 19 века очень много украшений еще привозили из-за рубежа. В частности, из Германии, где производство было налажено давно. Но в то время, во время Николая и позже, елочные украшения были простые. Во-первых, самодельных было очень много. Ну, а во-вторых, елки украшали всяким съедобным. Фруктами, особенно яблоками, конфетами, рогаликами, пряниками. Чуть позже появились блестки и стали добавлять канитель, тонкие металлические нити. Ну, в качестве дождика. Обязательно на елочках устанавливали свечки и зажигали. Вот почему рядом с елками ставили на всякий случай ведро с водой. Отечественное производство елочных украшений было основано в 1848 году князем Александром Меншиковым. Это правнук того самого Меншикова, сподвижника Петра. Но это начало 19 века. Он герой русско-турецкой войны, войны 1812 года. Тогда в Круговской волости московского уезда нашли кварц. И рядом основали завод стеклодувное производство. Между прочим, продукцию этого завода неоднократно впоследствии отмечали медалями и наградами на всемирных выставках в Париже. И отмечу, что это предприятие работает и по сей день. В городе Клин акционерное общество «Елочка» до сих пор производит елочные украшения. Но старейшее в России получается. И рядом находится музей елочной игрушки, единственный в России. Но надо сказать, что и маленькие частные семейные предприятия также производили украшения. Если в семье был мастер стеклодув, он занимался производством больших шариков и маленьких. Женщины обычно разукрашивали это все, а дети маленькие шарики нанизывали на нитку. Получались очень яркие бусы. Плюс, естественно, производили не только шарики из стекла. Разные производства занимались изготовлением игрушек из самых разных материалов. Ну и даже знаменитые кондитерские также под Новый год производили елочные украшения. То есть, таким образом они реализовывали свою съедобную кондитерскую продукцию. Также в середине 19 века начинают производить гирлянды, но имеется в виду не электрические, мишуру, дождик, цепи. И для этого использовали фольгу. Тогда, в 19 веке, игрушка из стекла была гораздо тяжелее по весу, чем современные игрушки. Потому что использовали специальное зеркальное стекло, а оно гораздо плотнее, чем современное. После революции, в 30-е годы, соответственно, когда Новый год был под запретом, производство елочных украшений полностью закрыли. Ну, потому что елочную дребедень, опять-таки, как это формулировали печатные издания, совершенно не нужно производить. Как бы зачем? Нового года нет, игрушек, соответственно, тоже нет. Но маленькие предприятия, семейные артели продолжали производить все равно игрушки подпольно, потому что люди устанавливали елочки в своих домах и продолжали их украшать. Ну, естественно, в домашних условиях тоже мастерили игрушки самого разного. В 1935 году в газете «Правда» появилось сообщение Постышева о том, что «а давайте, мол, организуем детям хорошую елку». Но властям важно было убрать из этого праздника любую религиозную составляющую, и, естественно, елочные украшения это тоже непосредственно коснулось. То есть теперь верхушку елки украшает красная пятиконечная звезда, а не белая вифлеемская. Никаких ангелочков, только образы и фигурки людей, овощей, фруктов, профессий разных, сказочных персонажей. В конце 30-х появляется на елках очень много именно сказочных персонажей. Кот в сапогах, Руслана Людмила, Иван Царевич и так далее. И в то время очень актуальны были игрушки в виде ракет, танков, самолетов, солдатиков. Ну, какое было время такая игрушка. В начале, да и в середине 20-го века на предприятиях, даже на больших производствах елочных украшений, их изготавливают в основном вручную. Это только уже во второй половине 20-го века игрушки стали в основном стеклянными. А до этого их производили из папье-маше, из крахмала с клейстером, из ваты. Использовали также ткань, глину, дерево, такие естественные материалы. Также одно время была очень популярна игрушка из картонажа за счет своей дешевизны. Это две выпуклые половиночки картона, которые склеивались между собой, разукрашивались, получалось достаточно ярко и просто. А знаменитые часы, которые показывают без пяти двенадцать, появились на елках после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году. И если форма стеклянной игрушки «Шарик» и «Сосулька» была известна давно, то есть еще с века 19-го, то знакомые нам уже всем домики, колокольчики и шишки. Это уже производство 70-х, 80-х годов. Ну что ж, вот такой сегодня короткий новогодний рассказ у меня получился. В зависимости от того, когда вы смотрите это видео, с наступающим вас или уже с наступившим, как говорится, счастья и здоровья. На сегодня у меня все. Будет еще много интересных историй. Здесь с вами была Ира Гид в шляпе. Всем спасибо, всем пока!